Привет, с вами DJ Krypton. Это третий урок, посвященный альтернативной прошивке для фотоаппаратов Canon 550D, 600D и 60D Magic Lantern. Этот урок я хотел бы начать с того, что мы обновили прошивку Magic Lantern до версии от 19 октября. В прошлом уроке мы остановили наш рассказ на вкладке Movie. А этот урок хотелось бы начать с следующей вкладки в меню нашей альтернативной прошивки под названием Shoot. Большинство пунктов из этой вкладки созданы для работы именно с фото, но тем не менее некоторые из них можно использовать также и для видеосъемки. Первый пункт называется HDR Bracketing. Немного теории. HDR расшифровывается как High Dynamic Range, это высокий динамический диапазон. При помощи технологии HDR можно получать высококонтрастные натуральные снимки, а также снимки со специфической, такой узнаваемой, утрируемой окраской. В фотографии динамический диапазон часто измеряется в единицах экспозиции. EV от английского Exposure Value. Также эти единицы называются шаг или стоп. HDR Bracketing это автоматизированная коррекция экспозиции сразу в две стороны, и в плюс, и в минус. При брекетинге фотоаппарат снимает сразу несколько кадров, обычно 3 или 5, с указанным шагом коррекции экспозиции. При этом серия получается неровная. Нормальный кадр, кадр или два с разным шагом в минус, и кадр или два с разным шагом в плюс. Брекетинг применяется в основном при съемке статичных предметов, так как снимается серия кадров. Снимать лучше, конечно, все это со штатива или с какой-то устойчивой поверхности. Управление брекетингом происходит следующим образом. При нажатии на кнопку Set устанавливается количество снимков серии. Кнопкой Play устанавливается размер шага экспозиции, и при нажатии на кнопку Q можно быстро выключить эту функцию. В режиме ручной съемки M эта функция использует брекетинг скорости затвора. В других же режимах происходит брекетинг, компенсация экспозиции. При съемке HDR-разображений желательно избегать ручного спуска затвора. Дистанционно спуск затвора можно осуществить в том числе при помощи бесконтактных способов съемки, предлагаемых нашей прошивкой Magic Lantern. Какие опции на этот случай предлагает нам Magic Lantern? Мы можем осуществить дистанционно спуск затвора при, например, громком звуке, при загораживании сенсора дисплея на камере Canon 550D. Использую интервалометр, но с этими способами мы более подробно познакомимся чуть позже. Хотелось бы также сказать, что лучше всего выключать автофокус при съемке HDR на тех объективах, которые имеют эту функцию. Мы сейчас вышли в полевые условия и попробуем сделать HDR-съемку. Ставим 2, снимка с шагом 1 и V. Замечательно. И еще раз пробуем теперь сделать HDR-съемку. 7 кадров с шагом 1 и V. А вот, собственно говоря, и результат нашего полевого эксперимента. Первая картинка — это результат совмещения трех снимков с шагом 1 и V. И вторая картинка — это результат совмещения семи снимков, сделанных с шагом 1 и V. Следующий пункт меню Shoot называется Take a Peek Every. Это настройка интервалометра, которая позволяет делать снимки или заданное количество клипов через определенный интервал времени. Настройки этого параметра зависят от того, в каком режиме мы снимаем. Снимаем ли мы видео или же фото. В режиме фотосъемки мы можем изменять интервал между снимками. Сейчас у нас камера стоит в режиме фотосъемки, в режиме M. И мы можем нажатием кнопочки Set изменять интервал, с которым будут делаться следующие снимки. Сейчас стоит одна секунда, мы нажимаем на Set, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и так далее. И мы можем так дойти до 480 минут. Есть также еще специальная опция Take pictures like crazy. В инструкции к прошивке написано, что это самый лучший способ сломать затвор камеры. В этом режиме камера будет делать фотографии без перерыва, пока мы ее не остановим. Следующий параметр, который непосредственно связан с предыдущим, Intervalometer, Intervalometer по-русски. Этот параметр просто включает или выключает Intervalometer, настройки которого мы только что разбирали. То есть вот эти два пункта связаны друг с другом. Если мы установим тут вот одна секунда, например, Take pictures every one second, и Intervalometer поставим на On, то фотографии будут делаться каждую секунду. Небольшой пример. Вот мы поставили сейчас, что камера будет делать снимок каждые 3 секунды, и Intervalometer поставили на On, то есть он сейчас включен. Вот мы видим, что камера делает фотографии каждые 3 секунды. И внизу тут показано, сколько уже фотографий сделано. Сейчас 9, 10, а сверху показано время в секундах до следующего снимка. В режиме фотосъемки включается съемка серии фотографий, но в режиме видео включается съемка серии коротких видео. Теперь мы рассмотрим режимы работы интервалометра и настройки его в режиме видео. Переводим камеру в режим видео. Заходим в то же самое меню, в меню Shoot. И мы видим, теперь изменилась настройка этого интервалометра. Теперь он предлагает нам записывать 2 секунды с паузой в 3 секунды. То есть с паузой в 3 секунды будет записан 2-секундный отрезок видео. Мы можем регулировать кнопочкой Set параметр паузы, кнопочкой Queue какой отрезок будет записан. Например, мы хотим записать с паузой в 3 секунды 3-секундное, ну 4-секундное, допустим, видео. Включаем интервалометр, переходим в режим съемки и сразу началась съемка. Вот смотрите. Вот она закончилась. Пауза. Следующий отрезок. Пауза. Следующий отрезок. Остановить можно интервалометр нажатием на кнопочке Play. И будет надпись Intervalometer stopped. Чтобы избежать мерцания при съемке серии фотографий, лучше всего снимать в ручном режиме или использовать функцию автоматического изменения экспозиции, bulb ramping, который мы чуть-чуть будем позже рассматривать. Также лучше использовать ручной баланс белого, а также отключать автофокус на объективе. И чтобы не насиловать механизм затвора продолжительной съемкой серии фотографий, можно также использовать функцию Silent Picture, которая позволяет нам делать снимок без как такового спуска затвора. Но об этой функции также чуть позже. Это подходит, естественно, не для всех случаев, а только для тех, когда нам не нужно высокое качество получаемой картинки для создания таймлэпса. Также для этих целей можно использовать съемку коротких видеофайлов. Это даже может быть иногда лучшим, чем съемка какого-то количества фотографий. Еще маленькое замечание. Если при серийной съемке интервалометр не может быть остановлен или просто не хочет останавливаться, например, в режиме Take pictures like crazy, то самый верный способ либо открыть крышку отсека карты памяти, либо открыть крышку отсека с батареей, если камера не реагирует на выключение обычными способами. Для более продолжительной съемки с одной батарейкой лучше всегда выключать дисплей. Следующая функция – Bulb Ramping. Эта функция позволяет делать продолжительные серии снимков, то есть таймлэпсис или таймлэпсы, и постепенно меняет экспозицию для того, чтобы компенсировать переход от одного кадра к другому или от дня к ночи и от ночи к дню. Эта опция будет регулировать скорость затвора и ISO автоматически, используя правило 180 градусов. Это довольно важное правило, которое мы иногда даже не задумываясь используем при съемке видео. Это правило гласит, что угол, в пределах которого движется затвор относительно сенсора, должен оставаться в пределах 180 градусов. Это значит удвоенное количество кадров в секунду. Например, при съемке в режиме 30 кадров в секунду скорость затвора должна быть 1,6 или кратная, 1,120 секунды. Если мы снимаем в режиме 25 кадров в секунду, то скорость затвора должна быть 1,5 секунды. Конечно, иногда нам не удается достичь таких параметров, но желательно это действительно делать так. Если мы проигнорируем это правило, то картинка может получиться чуть-чуть дерганой. Этого иногда можно не увидеть при съемке, но на постпродакшене это всегда будет вылезать. Сейчас на экране вы видите слева картинку с неправильно выставленной скоростью затвора, а справа картинка с правильной скоростью затвора, которая соответствует правилу 180 градусов. В режиме Bulb Ramping апертура автоматически не регулируется, ее можно отрегулировать только вручную, правда из-за этого можно потерять несколько кадров, если мы снимаем в режиме серийной съемки. Каким же образом происходит серийная съемка? Для начала необходимо сделать тестовый кадр с наилучшими параметрами для конкретных условий съемки. Потом необходимо активировать опцию Bulb Ramping в меню Shoot нашей камеры. И также необходимо активировать Intervalometer тут. Камера сама откалибруется и выберет наилучшие параметры для конкретных условий съемки. После калибровки мы получаем на экране графика S-образную кривую, по которой нам надо определиться, какой тональный диапазон следует измерять. Например, мы хотим использовать светлые тона или средние. Используя кнопки стрелок нам необходимо выбрать ту образцовую фотографию, которую мы только что сделали. Ну, именно фотографию из этой сцены, которую мы будем снимать. Используя главное колесо, мы можем выбрать тональный диапазон. Алгоритм работает наилучшим образом при значениях яркости около 50%. Нет никакой необходимости настраивать ISO и скорость затвора перед тем, как делать таймлапс съемкой. И эти параметры устанавливаются в автоматическом режиме. Также можно использовать функцию Bulb Ramping для съемки HDR изображений. Но в этом случае при калибровке экспозиции нам надо использовать самую яркую фотографию из серии HDR снимков. Ту фотографию, которая делается последней. Также очень хорошая идея при съемке таймлапсов и Bulb Ramping использовать ND светофильтры. Это Neutral Density. Такие своеобразные солнцезащитные очки для камеры, которые защитят нас от пересветов. Интервал между съемкой кадров влияет на то, как будет выбираться ISO и скорость затвора в соответствии с правилом 180 градусов. Например, если у нас снимок делается каждые 40 секунд, скорость затвора будет выбрана между 90 и 270 градусами, если это возможно. Сейчас вы видите результат нашего полевого эксперимента. Это совмещение 175 кадров, снятых в режиме Bulb Ramping. Следующая функция в меню Shoot называется Bulb Timer. Эта опция позволяет нам устанавливать очень долгие экспозиции при съемке в режиме Bulb Ramping. Также эта опция может пригодиться очень для ночной съемки и для астрографической съемки. Bulb Timer стартует полунажатием на кнопку спуска затвора, или если мы пользуемся другими дистанционными методами управления, также возможно. Временной диапазон, в котором работает этот Bulb Timer, от 1 секунды до 8 часов. Следующая функция называется LCD Remote Shot. Off, Near, Away и Wave. Это одна из функций дистанционного спуска затвора, которая позволяет управлять спуском затвора при помощи LCD-сенсора дисплея. А эта опция актуальна для камеры Canon 550D, так как на камерах Canon 600D и 60D отсутствует сенсор дисплея как таковой. Какие настройки здесь присутствуют? Первая настройка это Near, то есть близко по-русски. Чтобы сделать снимок, следует приблизить руку близко к сенсору LCD-дисплея. Вторая опция Away, далеко по-русски. Снимок будет сделан, когда вы отводите руку от LCD-дисплея. И следующая настройка это Wave, то есть волна по-русски. Снимок в этом случае будет сделан после того, как вы помажете три раза ручкой возле сенсора LCD-дисплея. Может задаться вопросом, а почему именно три раза? Это сделано прежде всего для того, чтобы можно было оставлять функцию включенной при съемке в обычном режиме, так как случайно провести возле сенсора LCD-дисплея три раза будет довольно сложно. И в режиме съемки видео при помощи этой функции можно начать или остановить запись видео. При помощи остальных опций, то есть опции Near и Away, можно только начать запись, но нельзя ее остановить. Это сделано, опять же, только для того, чтобы не остановить запись видео по ошибке. Следующая опция, это функция тоже дистанционного управления спуском затвора, называется Audio Remote Shoot, On или Off. При помощи этой опции можно дистанционно сделать снимок или начать запись видео при помощи громкого звука. Например, хлопка в ладоши или, как написано в инструкции, можно лопнуть рядом с камерой воздушный шарик. При помощи этой опции очень удобно впоследствии синхронизировать запись видео с нашей камеры, с аудиозаписью, сделанной на внешний рекорд. Это довольно часто пригождается при съемке различных интервью, концертов и так далее. В режиме фотосъемки можно совместить эту опцию с self-таймером, то есть с таймером самой камеры, которая будет отчитывать обратный отчет до снимка после какого-то звука. Это может пригодиться для автопортретной съемки, например. При использовании этого режима надо учитывать, что камера может сделать снимок или же начать запись при постороннем звуке, даже издаваемом самой камерой. Например, у нас есть такой один объектив, там Рон, он издает довольно странные звуки сам по себе. И если объектив издает какие-то звуки, то камера может это расценить как сигнал к тому, что пора делать снимок. Следующая функция называется Motion Detect. Эта опция создана для дистанционного управления спуском затвора или началом видеозаписи. Это довольно-таки такая экспериментальная функция распознавания или детекции движения. Она может быть очень полезна, например, если мы хотим сделать снимок птички или животного с близкого расстояния, или, например, сделать какую-нибудь макросъемку насекомого. Здесь существуют следующие настройки. Первый алгоритм, доза пятой, и XP, от слова exposure, то есть экспозиция. Если этот параметр активен, при распознавании движения камера будет реагировать только на изменение яркости в середине картинки на мониторе Live View. Это может быть полезно при движении относительно больших объектов, занимающих значительную часть экрана, и поэтому эти объекты будут вызывать значительное изменение общей экспозиции кадра. Напротив, режим DIF, от слова difference, или различие, разница. Если этот режим активен, то камера будет рассчитывать разницу между двумя соседними кадрами, например, там А и Б, там 1, 2, 3 и так далее, учитывая только люмоканал. В общем, если не вдаваться в теорию и разные формулы, то этот второй алгоритм наилучшим образом приспособлен для распознавания более мелких деталей, то есть менее значимых изменений в кадре, которые не так сильно влияют на общую яркость. Например, у нас кто-нибудь прошел, но на каком-то таком расстоянии, которое не будет вызывать изменения экспозиции больше, чем там 5 или 3% от общего. Время распознавания где-то у нас варьируется от 200 до 300 миллисекунд. Но если это критично для конкретных условий, оно может быть сокращено при использовании функции Silent Picture, о которой сейчас пойдет речь чуть-чуть ниже. А теперь покажу, как это выглядит. Вот мы сейчас ставим режим XP. Чем больше уровень, тем более чувствительна будет камера к детекции движения. Ну, поставим средний уровень. Вот квадратик, да, в центре мы видим. Если мы поместим руку в центр кадра, сразу пошла запись, видите? То же самое мы можем проверить на режиме фото. Если у нас Motion Detect стоит включенно, мы переходим в режим Live View. Вот я беру, ставлю руку, и сразу происходит съемка. Сейчас мы попробуем посмотреть, как работает второй алгоритм. Это DIF, то есть Difference. Мы видим, что в центре появился квадратик с таким полем. Стоило нам чуть-чуть дернуть камеру, как уже произошла съемка. Очень чувствительный алгоритм. А теперь проверим, как работает эта функция на видео. Вот сразу мы видим, что пошла запись. Останавливаем. Если мы ставим камеру на штатив рядом с гнездом какой-нибудь там птички, и не хотим ее вспугнуть, то обязательно произойдет съемка в момент, когда она прилетит кормить своих спиногрызов. Следующая функция в нашей замечательной вкладке Shoot называется Silent Picture, Silent Pick Hi-Res Silent Picture переводится как Тихая картинка или Тихое изображение. При помощи этой функции можно делать снимки в режиме Live View без движения зеркала. Снимок делается при полунажатой кнопочке спуска затвора. Когда эта функция активна, камера сохраняет на карте памяти некомпрессированные кадры в цветовом пространстве YUV422 422. Цветовое пространство YUV отличается от RGB тем, что оно кодирует цветную картинку или видео с учетом человеческого восприятия, что позволяет нам сократить количество данных и, соответственно, размер файла по сравнению с привычным нам всем пространством RGB или sRGB. Более подробно об этом можно почитать тут, вот ссылочка приведена внизу экрана. При использовании этой функции необходимо убедиться, что полунажатие кнопки спуска затвора не активирует настройку автофокуса, то есть отключить эту функцию. Какие настройки Silent Picture существуют? При нажатии на кнопочку Set мы можем изменять режимы Silent Peak. Написано сейчас Silent Picture Single. В этом режиме при полунажатой кнопке спуска затвора происходит сохранение изображения с низким разрешением 1 или максимум 2 мегапикселя. Разрешение зависит от того, в каком режиме работает камера. Возможно делать такие тихие снимки даже в момент записи видео. Возьмем сейчас и попробуем, как это работает. Сейчас у нас выделено Silent Picture Single. Выходим в меню Live View и при полунажатой кнопке затвора возникает надпись То есть у нас сохранена картинка. Следующая функция Silent Peak High Res это режим эмуляции высокого разрешения. Высокое, в кавычках в данном случае, разрешение в этом тихом режиме достигается совмещением матрицы из маленьких silent pictures, из маленьких таких тихих картинок, сделанных с использованием пятикратного цифрового зума. Съемка одного кадра в этом режиме может занять несколько секунд. Поэтому всегда следует в этом режиме ставить камеру на штатив или использовать твердую поверхность при съемке. Эта функция может пригодиться, например, если мы снимаем таймлэпс и не хотим насиловать затвор, потому что при продолжительной съемке у нас может достаточно износиться затвор. Если мы ставим, допустим, на дней пять камеру или на день, или на какое-то количество часов, то количество спусков затвора будет достаточно велико. Попробуем, как работает high-resolution silent picture. Какие у нас тут есть параметры? Мы выставили silent pic high res. После двоеточия стоит 3 на 3. Что это значит? Размер будет изображение 3048 на 2 1016 пикселей. 2 на 3. 2 к 1. Это будет 1016 на 1344 пикселя. 5 на 5. 5000. Ну и так далее. Попробуем снять silent pic при разрешении 5080 на 3360. Выходим в меню и попробуем держать камеру ровно. И камера сейчас пробегает на пятикратном зуме по всем частям изображения. И потом сейчас сформирует нам целиковую картинку. Все, сделали картинку. Чтобы посмотреть картинки, снятые в режиме silent pic, нам необходимо зайти в меню play. Мы видим тут первый пункт. Называется set plus main dial. В скобочках play. Это значит, что при нажатии на кнопочку set и поворачивании главного колесика main dial на камере будет происходить один из следующих вариантов. Регуляции экспозиции мы потом поговорим. Compare images. Это сравнивание изображений. Time lapse play. То есть будет проигрываться последовательность фотографий, снятых с определенным интервалом времени. И 422 preview. То есть 422 preview. Как раз то, что нам сейчас нужно. И теперь, если мы идем в меню play, нажимаем на set, крутим main dial, то камера будет показывать нам превью этих тихих изображений, снятых нами только что. Следующая функция называется slit scan peak. Название этой функции переводится как щелевая развертка. Ее можно использовать для создания некого такого креативного эффекта, которого вы сейчас видите на экранах. А другого применения этой функции я, честно говоря, не нашел. Управление тихими картинками происходит следующим образом. При нажатии на кнопку set изменяется режим этой тихой картинки. При нажатии на кнопку play cue можно выбрать разрешение, а также время между съемкой частей матрицы этих тихих картинок при съемке в режиме эмуляции высокого разрешения. Тихое изображение можно снимать, применяя интервалометр, например, который мы рассматривали чуть-чуть выше. А также можно использовать методы дистанционного управления спуском затвора, которые мы рассмотрели также чуть выше. Также этот режим форсирует переход в режим live view при полунажатой кнопке затвора. Так что желательно включать эту функцию только тогда, когда действительно это нам необходимо. Снятое изображение сохраняется в обычную папку, в которой хранятся наши картинки, фотографии, видео. Можно обнулить счетчик файлов камеры, например, чтобы нумерация была более красивой, если нам это принципиально. Для конвертации тихих картинок в JPEG на PC можно использовать утилиту 422.jpg.exe или Python скрипт для Macintosh 422.jpg.py На PC, открыв утилиту 422.jpg.exe можно выбрать один файл или целую папку файлов. Следующая функция в меню Shoot называется Mirror Lockup. Этот термин по-русски можно перевести как запирание зеркала. Может быть незнаком многим, поэтому позволю себе небольшое теоретическое отступление. Что же такое Mirror Lockup? Когда вы нажимаете кнопочку спуска затвора на камере, чтобы сделать снимок, первое, что происходит, это зеркало переворачивается наверх и дает свету проникнуть на сенсор нашей камеры. Иногда, если мы пользуемся большим телефотообъективом и снимаем на большом фокусном расстоянии, например, там 300 мм, да, 250, то поворот зеркала может вызвать вибрации, которые могут отразиться в дальнейшем на снимке, подобно тому, если мы, например, вдернули камеру в момент снимка. Поэтому многие фотографы используют эту ручную настройку под названием Mirror Lockup, которая запирает зеркало в верхнем положении, подобно тому, как происходит в видеорежиме, для того, чтобы избежать этой проблемы. Этой функцией можно смело пользоваться, если вы видите на снимках характерный блюр или размытие или пониженную четкость изображения, резкость, которых быть не должно, по идее, даже если съемка происходит со штатива или при помощи дистанционного пускозатвора. Хотелось бы сказать, что эта функция не работает при включенном Live View. Еще хотел бы уточнить очень важную информацию в этой новой версии прошивки Magic Lantern. Реализована довольно-таки важная функция, которую ждали все пользователи, я думаю, этой прошивки с самого начала появления. Это функция сохранения этой прошивки после форматирования карты. Раньше нам приходилось всегда либо просто вырезать файлы, записанные на флеш-карту, либо переустанавливать саму прошивку. Теперь же мы можем форматировать флеш-карту без переустановки прошивки. Как это реализовано? В режиме M Manual Mode выбираем вкладку, четвертую вкладку слева, и третий пункт в этой вкладке называется форматирование. выбираем его. Теперь мы смотрим. Предлагается нам опция прямо в этом меню. Format Card Keep Magic Lantern Queue. Это значит, что сейчас при форматировании низкоуровневом форматировании нашей карты прошивка Magic Lantern будет сохранена. Если же мы нажмем Queue, то мы отформатируем карту, при этом мы удалим прошивку Magic Lantern. Мы сейчас хотим ее сохранить. Нажимаем на Queue, говорим окей, хорошо, форматируй. Форматирование пошло, и теперь смотрите, пошел процесс восстановления данных, то есть эта прошивка создает некий диск и на этот диск виртуальный записывает все свои файлы необходимые и потом с него переписывает эти файлы обратно на отформатированную карту. Так что это довольно важное дополнение прошивки от 19 октября 2011 года. На этом сегодняшний урок закончен. С вами был DJ Krypton и Саша Мэтт.